Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Медный автомобиль пытался провести через границу с Россией гражданин Украины. Таможенники Поставного Шахтински увидели, казалось бы, обычную «Ладу-пятерку» – грязную и ржавую. Но, приглядевшись к ее комплектации, зауважали. Авто ехало на газе, а бензобак заполняло медь. Цветным металлом облагородились и сидения, и весь салон под обшивкой. В пункт приема цветмета украинец вез 168 килограммов меди. Декларацию таможенному органу не подавал. Для цели таможенного контроля предъявлять товар не планировал. Поэтому поместил лом в тайники. За незаконное перемещение товара в тайниках через таможенную границу нарушителю грозит штраф до трехкратной стоимости меди и конфискация металла и автомобиля. Не продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года. Такой новый закон начал разрабатывать российский Минздрав. Поднять минимальный возраст, дающий право на покупку спиртного, подтолкнула статистика смертности. Предполагается, что закон вступит в силу с началом 2020 года. Таким образом, молодые люди от 2018 до 2021 года не смогут покупать алкоголь крепче 16,5% спирта. А пиво и легкое вино под запрет не попадут. В сообщении о начале разработки закона Минздрав напоминает, что до 21 года крепкие спиртные напитки не продают в США, до 20 лет в Японии и скандинавских странах. По данным ВЦИОМ, повышение безалкогольного возраста поддерживают 78% россиян. В Квантумах можно заниматься авиацией, писать компьютерные программы и строить роботов. Детский технопарк Кванториум открыт в Ростове. Это новый тип учреждения дополнительного образования, которое поможет школьникам начать путь к инженерным и естественно-научным профессиям. Это что? Есть. Ну и что? На какой стадии ты находишься? На начале. Это один из семи квантов детского технопарка. Так называется направление в Кванториуме. В IT-квантуме школьники научатся программировать и создавать компьютерные игры. Мы можем со всеми научиться разным работам на компьютерах. Мы можем сделать как игры, так программы. Мы можем научиться программированию и также создать игры, похожие на очень популярные. В других Квантумах дети смогут решать задачи в биоинженерии, беспилотной авиации и роботехнике. Их будут учить проектировать, работать в команде и мыслить критически. Кванториум – это современное учреждение дополнительного образования, которое призвано мотивировать школьников для занятия в будущем инженерными специальностями и специальностями, естественно, научного цикла. У Кванториума два адреса. В областном центре технического творчества один Квантум, связанный с авиацией, и шесть Квантумов в ДГТУ – IT-квантум, био-квантум, робо-квантум, промдизайн и хай-тек-цеп. Это мастерские с 3D-принтерами и сканерами, оборудованием для лазерной резки и станками с числовым программным управлением. На них можно будет изготавливать прототипы, архитектурные и ландшафтные макеты, опытные образцы изделий, механические части роботов. Здесь будут заниматься дети с 12 до 18 лет. 800 детей одновременно будут здесь заниматься. Это будет две смены. С 3 часов до 6 часов, до 18.00 будет заниматься первая смена и вторая смена с 18.00 до 20.00. Такие технопарки созданы в 37 регионах страны. Педагоги прошли обучение в Сколкове. А главное отличие Кванториума от станций юных техников в том, что здесь школьники работают над исследовательскими и инженерными IT-проектами по реальным заказам предприятий. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Ассоциация юристов России подписала соглашение с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов. Это поможет семьям в получении льгот и компенсации решений проблем в лечении и образовании, а также в продвижении инициатив родительского сообщества. Сейчас у нас закон на самом деле самый демократичный. У нас более 53 категорий населения, которые имеют право на такую помощь. Но, к сожалению, вот этой категории там нет. То есть родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, у нас нет. Мы хотим включить и, соответственно, расширить перечень вопросов, по которым они могли бы такую помощь получать. Организация родителей детей-инвалидов появилась в регионе в апреле этого года и уже насчитывает больше сотни семей. В основном это ростовчане, но в планах привлекать жителей отдаленных районов. Как-то достучаться до районов более отдаленных, это Зимовники, Дубовские районы и так далее, которые, в принципе, по сути, не имеют в своем районе какой-то общественной организации. Сегодня общественные организации, они являются вообще у нас катализатором новых идей. Они являются лакмусовой бумажкой, которая нам показывает проблемы, которые не решаются. Соглашение с юристами – это возможность для родителей постоянно иметь квалифицированную адвокатскую поддержку. Такого еще не было никогда. Эти слова председатель комитета Заксобрания по молодежной политике на итоговом заседании повторяла трижды. Первый раз, когда анонсировала появление в следующем году у муниципальных спортшкол собственного транспорта для поездок на соревнования. Депутаты и общественная палата Ростовской области обратились и к губернатору Ростовской области. И в итоге наше предложение было услышано. И в бюджете на 2019, 2020 и 2021 год заложены деньги на приобретение специализированного транспорта на 19 мест, который оборудован для перевозки детей. Второе, такого еще не было, касалось грантов для НКО на патриотическое воспитание молодежи. В прошлом году на это было выделено всего 620 тысяч рублей, а теперь суммы вырастут в разы. Мы во втором чтении уже принимаем в бюджете цифры увеличения финансирования на грантовую поддержку НКО в размере 6 миллионов и отдельно на гранты в сфере патриотического воспитания граждан 2 миллиона рублей. Эти инновации стали возможны благодаря так называемой открытой трибуне, новой форме совместной работы депутатов с общественностью. И третье, такого не было никогда, характеризует общую сумму затрат региона на всестороннюю поддержку молодежи. В следующем году она вырастет на 68%, до небывалых 147 миллионов рублей. Часть имущества донских садоводческих и огороднических товарищ в следующем году перейдет в собственность государства. Речь идет о дорогах, газопроводах и линиях электропередач. Проект закона о введении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, который вступит в силу в 2019-м, обсудил комитет ЗАГС Собрания по аграрной политике. По согласованию с собственниками садовых и огородных участков, они перейдут скорее всего в муниципальную собственность или в областную, для того, чтобы за ними был уход. Потому что сегодня у нас, в общем-то, более 300 километров нет дорог подъездных к этим садоводческим и огородническим участкам. Исчезнет, кстати, и термин «дачный участок». Со следующего года можно быть членом только или садового, или огороднического товарищества. Обсудил аграрный комитет и вопрос использования земель сельхозназначения. В регионе сейчас не используются 12 тысяч гектаров. В основном это бывшие садовые участки. И та есть земля, на которой работает, и надо правильно смотреть, как и она используется. Потому что были когда-то годы, вы помните, подсолнечник высевался из года в год, плодородие терялось. По данным Ростов-Стата, площади неиспользуемых земель на Дону за последние 10 лет сократились в 8 раз. Итоги годовой работы подвела региональная рабочая группа комиссии ЮФО в составе Совета при президенте России по делам казачества. Важнейшим событием стал чемпионат мира по футболу и работу казачьих дружин по охране порядка высоко оценил губернатор. По его поручению за значительный вклад в проведение мундиаля, три казака-дружинника получили знаки за ратную службу. А все Великое войско Донское награждено памятной медалью Чемпионат мира по футболу в России. Отметили и работу молодежной организации «Донцы», которая за последние несколько месяцев провела 35 мероприятий. А также обсудили планы подготовки к 6-му Всемирному конгрессу казаков. Его в 2020 году примет Ростов-на-Дону. Своим распоряжением номер 661 губернатор Ростовской области утвердил состав оргкомитета, тем самым дал старт для начала огромной и кропотливой работы. Кроме того, в 2020-м Ростовская область будет отмечать 450-летие служения донских казаков государству российскому. Симферополь, Владикавказ, Волгоград и вот теперь Новочеркасск. Четвертый гарнизонный военный суд на юге страны получил за последнее время новое здание. Новочеркасский переехал совсем недалеко, на другую сторону главной площади города. До революции 1917 года в этом здании, которое находится у меня за спиной, располагалось Новочеркасское городское дворянское собрание. После установления советской власти функционал его постоянно менялся, но в основном здесь находились различные военные организации. Ну а в 90-х годах прошлого века это здание сильно пострадало от пожара и ставило без реконструкции два десятка лет. И вот от былой разрухи не осталось и следа. Здесь будет располагаться Новочеркасский гарнизонный военный суд. Четыре полностью оборудованных зала для судебных заседаний, два из них для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. В окружном военном суде уже созданы суды присяжных, то только с этого года они начинают работать в гарнизонных военных судах. Рассматривают вопросы, связанные с покушением государственных деятелей, геноциде, убийствах, незаконном обороте наркотиков, контрабанде. По законодательству в юрисдикцию гарнизонного военного суда входит территория, где располагаются различные воинские формирования. В ведении Новочеркасского правосудия будут 7 городов и 13 районов области, где находятся множество частей и гарнизонов. В течение непродолжительного времени мы открываем уже четвертый гарнизонный военный суд. Первый суд это был уникальный суд, это Крымский гарнизонный военный суд с местной дислокацией в Симферополе, затем Владикавказский окружной военный суд в прошлом году провели торжественные мероприятия по его открытию и в этом году Волгоградский гарнизонный военный суд. Новое здание, как отмечают судьи, это не только вопрос удобства для служителей правосудия. Теперь качество судопроизводства улучшится в разы, но и доверие общества к судебной системе в целом должно значительно повыситься. Иван Поликин, Николай Андреянов, ДОН-24, Новочеркасск. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова